Ну вот, друзья, вторая часть моего видео. Восборнхаус, дворец Виктории Альберта, в котором они очень счастливые годы провели и родили своих девять детей, которых в этом же дворце они и воспитывали, в общем-то. И практически до смерти принца Альберта, это был, по-моему, 1861 год, если мне память не изменяет, когда он умер. Он умер от брюшного тифа. И, в общем, королева Виктория продолжала жить одна в этом дворце. Я начала вам рассказывать. Думала, что мы сейчас с вами там все это я вам покажу. Зайду внутрь, там очень много всего. Но меня тут же остановили. Съемку делать внутри нельзя. Сказали только фотографии. Ну и вот я вам как бы там сделала, типа фотографии, такой обзорчик небольшой. Там очень много чего. Я потом в описании, в первой части, напишу вам, что там значит, что. Ну, мне кажется, там может... У меня такие подписчики и такие очень продвинутые все. Я надеюсь, что они знают это все тоже. Мое дело было вам показать. Это все великолепие. Я считаю, что очень красиво внутри. Это, в общем-то, один из таких самых симпатичных дворцов королевских, который сохранился вот в таком хорошем виде. И вы знаете, Виктория обожала этот свой дворец Осбурнхаус у нас на Айлоуайте. Видите, она его предпочитала всем многим другим. И я думаю, что она была права, потому что, во-первых, как я уже говорила, это здесь погода совсем другая. Здесь великолепно тепло у нас на Айлоуайт. А потом посмотрите, как великолепно здесь... Какой здесь вид. Сейчас я вам покажу. Тут ведь и на море вид. Вот это вот такая перед самым дворцом панорамная терраса. И вот посмотрите, какой вид. Туда, на пролив Соланд. И как далеко Портсмасс виден наш. Здесь вокруг огромный парк. Все кругом зелено, как обычно. Все убрано. Сейчас пройдем с вами дальше. Я вам покажу эту великолепную территорию перед дворцом Осбурнхаус. Вот такой весьма узнаваемый знаменитый фонтан этого дворца. Он очень часто встречается на брошюрах в описании Осбурнхаус. Вот такой великолепный вид. Я там, когда показывала вам во дворце внутри, попыталась кое-что сказать. Не знаю, поняли ли вы меня, что вот там это... Я вам показала фотографию. Ну, наверное, лучше в описании все-таки это вам все объяснить. Там фотография гроб Виктории в 1901 году, когда она умерла. Она умерла именно здесь, как я уже сказала, что она здесь, по-моему... Ее гроб стоял, с ней прощались. По-моему, с 25 по 31 января. И вот там есть даже ее портрет, нарисован в гробу. Тоже я вам сняла это, сфотографировала эту картину историческую. Там самый последний, очень красивый, огромный, обеденный мраморный зал, отделанный костью и мрамором. И это было Виктории подарено какими-то индийскими махараджами, индийскими принцами. Она же ведь еще была к тому же и королевой Индии. И она, вы знаете, этим очень гордилась. И даже получилось так, что она только это и смогло ее, в общем, как-то вытащить из ее жуткой депрессии. И после того, как умер принц Альберт, она вообще ушла от людей. Она вела затворническую жизнь. И даже поговаривали, что это за королева у нас, которая сидит там где-то у себя во дворце. И никто ее не видит и не знает. И что были многие недовольны. И потом вот ее смогли вот увлечь вот этим вот Индией. И тем, что она стала королевой Индии. И она, вы знаете, вот как-то смогла опять возвратиться в жизнь. Сейчас по вот этим великолепным ступеням спустимся еще туда. Посмотрите, какая красота. Вот единственный действующий фонтан. Но слава богу, что он хоть работает сейчас. Потому что я помню, когда мы здесь были с мужем давным-давно впервые, когда я приехала, я, конечно, сразу захотела посмотреть. И он был нерабочий, этот фонтан. Вот я его впервые вижу. Такой работающий, очень красивый. У меня настолько отсвечивает опять все яркий солнечный день. Надеюсь, что вам видно, друзья. А вот надеюсь, вам видно эту прелесть. Как говорят у нас здесь англичане, up to you, just up to you. Это значит, только для вас. Все стараюсь только для вас. Вы знаете, так интересно. Я здесь не так давно живу. Но у меня уже какие-то вот есть памятные места. Вот, в частности, вот эта скамеечка. Тут же, понимаете, такое дело в Англии, что когда бы давным-давным-давно что-то тут не стояло, оно и будет стоять веками. И поэтому вот я удивлена, увидев эту скамейку. Но она вот здесь, как была 8 лет назад, так и стоит. А здесь я почему показываю, вспомнила сразу. Именно вот здесь, привстав на одно колено, мне муж предложил Мэрид жениться и выйти за него замуж. Вот на этой скамейке, друзья. Очень красиво было. И было как-то все, так знаете, очень интересно. Вот еще один фонтан во всей красе. А ведь сверху какой обзорчик полный. Сейчас спустимся поближе, опять покажу вам эту всю красоту великолепную. Вот видите, работники тут намывают, все начищают. В этом плане они молодцы. Они не просто просиживают штаны, они работают, если уж они на работе, то они работают, друзья. Ну вот, пониже спуститься, к сожалению, не получается. Здесь закрыто шнурочком. Вот, вы знаете, что нам простым смертным не везде разрешено бы гулять. Вот, но тем не менее, я думаю, что и так все прекрасно. Очень замечательно. Там я когда ходила и вам снимала внутри и хотела показать поближе слепок ручки детской на столе. Я опять переклонилась через веревку эту, как засигналила вся сигнализация, как все завещала. Вот так вот. Вот здесь вот что-то типа беседки такой красивой. Вот все здесь. Осборн этот, вот он весь такого вот цвета. Я даже не знаю, как этот цвет назвать. Желтый, не желтый. Не желтый, не горчичный. Вот знаете, цвета детской неожиданности, что ли даже, да? Ай, потому что детки, детки, детки навевает то, что желтенький такой яркий. Еще вы знаете, меня что удивило, когда я узнала, что королева Виктория была очень малюсенькой женщиной. Очень миниатюрной. Она была всего ростом метр пятьдесят, друзья. Представляете, какая маленькая кнопочка. Вот. И она вообще не хотела детей. И вот она и боялась-то и рожать, в общем-то. Насколько я знаю, что когда она первый раз вот ждала ребенка с принцем Альбертом, она очень боялась, что она не сможет родить, что она не разродится, потому что очень была хрупкая, миниатюрная. И, в общем, никогда и она и не хотела детей. А получилось так, что, видите, родила девятерых. И вот малюсенькая-малюсенькая, понимаете, правила шестьдесят три года и оставила целую эпоху за собой, названную именно ее именем. Вот понимаете, как бывает интересно. А какие-то огромные, высоченные мужчины, короли, они живут недолго. и как-то вот эпоха, эпоха королей, я что-то мало припоминаю, а вот эпоху королевы Виктории очень все знают. И вы знаете, вот мне кажется, что королеве Виктории в чем-то повезло, что она все-таки правила в такую эпоху, когда не было еще никаких папарацци, и не было никаких фотографий, никто не следил, все были нравы очень такие высокие, знаете. И, в общем-то, о ней ничего и не знали, вот как я сказала, что я, например, услышала странную историю про ее любовника Джона Брауна. Возможно, тоже знаете, конечно. Вот, после смерти принца Альберта у нее был этот любовник странный. И понимаете, как, это ведь много, много людей я не знала, я имею в виду англичан, когда она правила, ну, знали там приближенное, что у нее какие-то странные отношения с ее конюхом, да. Но никаких подтверждающих, знаете, жареных этих фотографий их вдвоем или что-то такое. не было на те времена. Были какие-то небольшие, когда это Джон Браун, показано, что он там ее, ей помогает садиться на лошадку, что он конюх, и что он содержал ее кони, и что он был помощник там в охоте королевской, и его привез из Шотландии сам принц Альберт. Знал бы он, как говорится. И вот почему-то так получилось, что она с ним очень сблизилась после смерти своего мужа, и вот, наверное, был единственный любовник, единственный мужчина, который был рядом с ней, и даже поговаривают, что он был таким грубым мужланом, и что уж такое могло ей в нем нравиться. Вот как-то было это для всех очень странно, эту историю, она не афишируется, эта история, знаете, но тем не менее, вот, ее знают здесь, в Англии, и что она с ним предпочитала проводить время, вот здесь, вот в Осборн Хаус, в этом, и они даже попивали, так, знаете, виски неслабо вдвоем напивались, в общем, вот так вот Виктория проводила свой досуг, Ну и вот, друзья, последний, наверное, такой я вам вид покажу издалека, прекрасный Осборн Хаус, надеюсь, что вам понравилась моя небольшая обзорная такая съемка для вас, и я думаю, что если кто-то захочет, я напишу в описании какие-то годы, там, что-то более подробно, потому что, как я уже сказала, я не гид, и, в общем, я как-то не хочу даже и запоминать, они мне не нужны, все эти даты, когда-то я их помнила, когда сдавала экзамен Life in the UK, а сейчас, в общем, я не стараюсь это все держать в памяти, и так очень много всякой информации, поэтому, друзья, вот я показала и рассказала вам то, что вспомнила, а на этом, я думаю, эту съемочку я с вами заканчиваю, всего вам доброго, увидимся, пишите комментарии, буду рада вас всех увидеть на своем канале, пока-пока!